СИСТЕМЫ СБИС СИСТЕМЫ Готов автоматизировать розничную точку продаж, точку общественного питания. Мы интегрированы со всеми госсистемами. ЕГАИС, Меркурий, маркировка, прослеживаемые товары. Все это есть в системе СБИС, и мы умеем с этим работать. Сегодня разберем автоматизацию бухучета. И хочу заметить, что бухгалтерский учет необходим любому бизнесу и на любом этапе. В повседневной жизни наш бухгалтер вынужден использовать несколько программ для автоматизации того или иного участка учета. Чаще всего в торговых организациях есть отдельная программа, где автоматизируются только розничные продажи. Есть отдельное ПО для расчета зарплаты, отдельная СРМ-система, отдельное ПО для ЭДО и так далее. По концу отчетного периода наш бухгалтер вынужден интегрировать все эти данные из всех сторонних программ к себе в БУК-учет, где, собственно говоря, и сводится регламентированная отчетность. Потом чаще всего бухгалтер ее выгружает и посредством сторонней программы, чаще всего это, конечно же, СБИС, отправляет отчетность в госорганы. Наша система лишена данных недостатков. Поскольку все бизнес-процессы в СБИС ведутся в режиме единого окна, вы сэкономите массу своего драгоценного времени. Это первое. Второе, конечно же, вы сэкономите свои деньги, потому что вам не придется обновлять несколько программ для автоматизации учета. Не придется корректировать данные, тратить время на проверку. И все это можно вести в СБИС без дополнительных временных и материальных затрат. Самым ярким примером полной автоматизации всех бизнес-процессов в системе СБИС является, конечно, наша компания Тензор. Мы крупный IT-холдинг. На рынке мы с 1996 года. У компании Тензор более 97 филиалов по всей стране. Более 6 тысяч сотрудников в штате. И более 3,5 миллиона клиентов. И все свои бизнес-процессы, работу с клиентской базой, расчет зарплаты своим сотрудникам любой сложности и, конечно же, бухгалтерский и налоговый учет. Все это мы ведем в системе СБИС. Мы, можно сказать, оттестили эту систему на себе и теперь предлагаем нашим дорогим клиентам тоже попробовать в ней поработать. Хочу заметить, что ежемесячно более 2 тысяч бухгалтеров переходят на СБИС-бухгалтерию с самых популярных программ по автоматизации учета. Система СБИС разработана на V-платформе, поэтому никакой установки на ваш компьютер не потребуется. Система работает через интернет. И доступ к своей бухгалтерии и вообще к своим личным данным в системе СБИС вы можете получить с любой точки земного шара. Для этого необходим только браузер и выход в интернет. Система всегда находится в актуальном состоянии. Мы больше не платим с вами за обновления и за их установку. Все в СБИС происходит в рамках действующей лицензии, абсолютно бесплатно и незаметно для наших клиентов. Ну и, конечно же, для торговых организаций актуально дополнительное количество пользователей. В системе СБИС вы можете добавить их абсолютно любое количество. Права и доступ вашим сотрудникам. Все это мы тоже можем настроить. Ну, а теперь давайте от теории перейдем к практике. И на примере нашей демонстрационной базы мы с вами посмотрим, как же в СБИС автоматизирован бухгалтерский учет. Сейчас у вас на экране личный кабинет клиента на онлайне. Интерфейс, я думаю, многим из вас уже хорошо знаком. Основные функциональные возможности, я думаю, что тоже уже успели изучить. Как создать, удалить, изменить. Все это клиенты наши уже хорошо умеют делать. Это демонстрационная база. Как видите, в ней занесены выдуманные юридические лица, на примере которых мы с вами будем рассматривать автоматизацию учет. Ну и давайте некоторый экскурс по меню. Введение бухгалтерского учета – это всего лишь четыре раздела в личном кабинете СБИС. Это раздел «Бизнес», «Деньги», «Сотрудники» и вкладка «Учет». В сотрудниках СБИС ведется все, что касается расчета заработной платы. На данном вебинаре подробно рассматривать зарплату мы не будем. Данной теме будет посвящен отдельный вебинар, поэтому, пожалуйста, следите за новостной лентой в личном кабинете и участвуйте в отдельном вебинаре, посвященном автоматизации расчета зарплаты в системе СБИС. В разделе «Бизнес» формируются первичные документы. Здесь клиенты оформляют продажи по безналичному расчету, выставляют счета, формируют закрывающие документы. Статистику по розничным продажам мы видим в разделе «Розница кассы». Закупки и расходы – это поставщики. Все, что мы закупаем, оформляется здесь. Всевозможные складские операции и номенклатура. Все, что касается финансов, в СБИС вы найдете в разделе «Деньги». Здесь мы введем банк, кассу, эквайринг, естественно, подотчет, если требуется оформлять авансовые отчеты и взаимозачеты. Все остальные участки учета находятся в разделе «Учет». Здесь у нас остались основные средства, авторасчет и заполнение деклараций по данным учета, ну и сводные данные по бухгалтерии. Но прежде, чем наши клиенты начинают вести учет в системе СБИС, конечно, как и везде, требуется настроить учетную политику. Учетную политику в СБИС мы настраиваем в меню настройки на вкладке «Параметры учета». Обратите внимание на то, что СБИС поддерживает все системы налогообложения, в том числе и совмещения. И даже некоммерческие организации могут вести учет в СБИС. Поскольку большая часть клиентов, занимающихся продажей в розницу, применяет всегда упрощенку дохода минус расходу, поэтому на данном вебинаре мы будем рассматривать именно эту систему налогообложения. На примере ООО «Торговая точка». Откроем карточку данного юридического лица. Здесь необходимо сделать настройки перед началом ведения учета в СБИС. Нужно указать систему налогообложения. Далее указывается объект, у кого доходы выбирают первый пункт. Мы будем рассматривать более сложный вариант – доходы минус расходы. Ставка автоматически проставляется системой 15, но, как мы все знаем, по регионам ставка может быть разной, поэтому здесь вы, конечно, можете ее изменить. Далее идет настройка расходов. СБИС умеет двумя способами собирать ваши расходы по упрощенной системе налогообложения. Есть обычный порядок и упрощенный режим. В обычном порядке СБИС будет соблюдать все требования законодательства для учета расходов упрощенной системе налогообложения. То есть, если мы занимаемся продажей в розницу товаров, то для того, чтобы принять себестоимость товаров в расходы по упрощенке, нам необходимо купить товар у поставщика, оплатить поставщику и, конечно же, его продать. Только выполняя эти три условия, вы имеете право принять сумму в расходы по упрощенке. И все эти нормы СБИС будет соблюдать в обычном порядке. В упрощенном режиме СБИС собирает все расходы сразу по оплате. Мы сигнализируем здесь налогоплательщика, что это противоречит законодательству, но реализован данный режим был по многочисленным заявкам индивидуальных предпринимателей. Многие из них в полном объеме в их учет не ведут и используют именно вот этот упрощенный режим. Мы с вами будем рассматривать, конечно же, обычный порядок, соблюдая все требования законодательства. В принципе, больше здесь заполнять ничего от вас не потребуется. В случае, если вам необходимо, можно сформировать печатную форму учетной политики. Если у вас ее нет, СБИС быстренько и легко для вас ее подготовит. Приказ, саму учетку и все дополнительные вложения. Обратите внимание, что это некий шаблон, и они все в доковском формате. Если вам требуется внести изменения, просто скачивайте данный файл и легко вносите свои корректировки. Далее перейдем на вкладку «Деньги». Здесь клиенты заносят информацию о расчетных счетах через кнопку «плюс». Она контекстно привязана в любом справочнике, журнале «плюс» – это создание нового элемента. Ну, стандартная операция, номер счета, в каком банке открыт. Сразу говорю, что со многими банками у нас есть интеграция, но об этом мы поговорим чуть позже. Договор эквайринга – очень важная вещь. Договор эквайринга нужно обязательно в ЗБИС создать для того, чтобы у нас с вами учитывались в учете эквайринговые поступления. Здесь указывается тот банк, с которым заключен договор эквайринга, и прописывается и до этого терминала, через который вы принимаете оплату картами. Далее, на вкладке «Кто подписывает документы» в ЗБИС можно добавить отчиск печати и подпись руководителя. Эту информацию удобно использовать на печатных формах первичных документов. Например, в счете. Если вы, например, продаете не только в розницу, но еще работаете по безналичному расчету со своими контрагентами, то для того, чтобы выставить счет и отправить его клиенту по электронной почте с печатью и подписью в ЗБИС – это всего лишь два клика, если вы подтянете сюда данные фотографии. Следующий блок. Переходим к завершающему этапу – настройки системы. Здесь необходимо будет указать затратный счет по умолчанию. Изначально в системе установлен 26-й, но, конечно, бухгалтер всегда сможет выбрать любой другой счет из плана счетов. Кстати, обратите внимание на план счетов. В ЗБИС – полный, настроенный план счетов. Содержатся все возможные субсчета. Забалансовые счета тоже присутствуют в системе. Но и аналитический учет реализован в разрезе четырех субконтов для каждого счета. Ну и поскольку рассматриваем сегодня торговлю, чаще всего затратный счет используется 44-й, 0-1-й. Перемещаемся на вкладку «Глубина учета». Здесь в данном разделе в ЗБИС вы можете добавить управленческий учет. Это будет юридическое лицо, которое будет существовать с официальным вашим лицом параллельно. На этом юрлице в ЗБИС вы можете отображать любые операции, проводки, в том числе зарплату, любую корреспонденцию счетов, которую по каким-либо причинам вы не можете оформить в официальном бухучете. Оформляйте их на управленческий учет. Сразу скажу для бухгалтеров, чтобы было понятно, данные управленческого учета в регламентированные формы отчетности не попадают. Здесь же хочется показать вам очень удобную настройку. Если мы говорим о торговле в розницу, то чаще всего у клиентов есть несколько точек продаж. И затратные счета у бухгалтера выглядят примерно таким образом. Просто расписаны статьи затрат и какие суммы мы по ним с вами провели. В ЗБИС вы можете настроить учет ведения доходов и расходов в разрезе объектов учета. То есть если у вас несколько точек продаж, например, несколько магазинов в ЗБИС, только включив эту настройку, вы сможете автоматически разделить затраты по точкам продаж, то есть по объектам учета. Точно так же можно и доходы разделить по видам деятельности. Это всего лишь, опять же, пара кликов в системе ЗБИС. Следующий блок, который мы с вами посмотрим, это статьи расходов. Поскольку рассматриваем упрощенку доходы минус расходы, каждый бухгалтер знает, что не все статьи мы имеем право принимать к учету по УСНО. Так вот, в ЗБИС все эти статьи уже занесены в систему. Вам не понадобится тратить время на заполнение данного справочника. Статьи все занесены, но главное, конечно же, не в этом. Главное в том, что каждая из этих статей уже изначально настроена по законодательству. Например, оплата труда по закону – это учитываемый расход по упрощенке. И, как видите, эта настройка в ЗБИС уже стоит. В отличие, например, от тех же самых консультационных услуг, их по закону вы не имеете права принимать к учету, и настройки здесь нет. То есть наш бухгалтер не ищет информацию до просторах интернета, не читает литературу, просто выбирает соответствующую статью. Все остальное ЗБИС сделает за вас. Это очень удобно. Если, кстати, бухгалтер не согласен с настройками по умолчанию, всегда есть возможность изменить настройки и отразить в составе учитываемых расходов. Ну и, конечно же, если вам требуется более детальный отчет по статьям, можно занести свои, но будьте внимательны при настройке, чтобы они отразились в тех разделах, где они вам нужны. Ну и последнее, что мы посмотрим, это объекты учета. Собственно, здесь мы и настраиваем наши точки продаж, в разрезе которых будем видеть свои доходы и расходы. По настройкам системы это, собственно говоря, все. Как видите, каких-то углубленных знаний бухучета нам для этого не потребовалось. Мы просто поставили флажки в соответствующие поля, сформировали учетную политику и подготовили нашу систему для дальнейшей вашей работы. С чего же начинается любой бухгалтерский учет? Ну, конечно же, занесение сальдо. Остатки в ЗБИС мы заносим в разделе «Учет» в пункте «Бухгалтерия». Здесь есть одноименная вкладка, она так и называется, «Остатки». Именно в этом разделе наши клиенты заносят сальдо. По тем компаниям, по которым сальдо еще не занесены, у вас будет активна ссылка «Начать работу». Нужно нажать на эту ссылку, выбрать, с какого периода вы начинаете вести учет в системе ЗБИС. Причем не нужно понимать, что вы привязаны к дате приобретения программы. Восстановить учет вы можете абсолютно за любой период, который будет вам нужен. Нажимаем кнопку «Вести остатки» и заносим сальдо по счетам бухгалтерского учета. Сальдо, конечно, можно заносить и вручную, как и в любой другой учетной системе, вот таким образом. Но в ЗБИС также есть возможность загрузить остатки из 1С платформы 8.2, 8.3. Помимо остатков по счетам бухгалтерского учета, мы можем загрузить вам справочную информацию. Например, для торговых организаций очень важно загрузить, например, справочник «Номенклатура». В ЗБИС это можно сделать из 1С либо из экселевского файла. Возможности все у нас реализованы, и вы можете использовать это также в своей работе. Загрузить остатки или справочник из 1С либо из экселевского файла. Помимо номенклатуры, также таким же образом можем загрузить справочник сотрудники, справочник контрагенты и даже документы реализации. Есть возможность загрузить из 1С в автоматическом режиме. Как видите, по возможности мы постарались максимально облегчить переезд бухгалтера из одной системы в ЗБИС-бухгалтерию. Но мы не рекомендуем делать это клиентам самостоятельно. Рекомендуем воспользоваться услугами наших внедренцев. Качественно, быстро, без ошибок вам перенесут всю необходимую для вас информацию, а вы просто начнете вести учет в системе ЗБИС. Поэтому воспользуйтесь услугами и ведите учет с удовольствием в нашей системе. Занесли остатки, настроили учетную политику. Система полностью готова, и давайте мы разберем полный бизнес-процесс любого бухгалтера в торговой организации. Мы сейчас с вами рассмотрим, как закупить товар у поставщика, как разнести это быстро и просто в системе ЗБИС, как сделать наценку, как наш сервис-система ЗБИС позволит вам быстро оформить продажу в розницу, посмотрим, как продажа отразится в бухгалтерском учете, посмотрим, естественно, работу с банком, инвентаризацию, складские операции и другое. Начнем сначала. Изначально для того, чтобы нам что-то продать, нужно что-то купить. Давайте посмотрим, как в ЗБИС оформить поступление товаров на склад. Работу с поставщиками в системе ЗБИС мы разносим в разделе «Бизнес» – блок «Закупки и расходы». В этом разделе формируются документы по поставщикам, и в целом в ЗБИС вы можете разносить их тремя способами. Первый способ, самый быстрый и удобный – это, конечно же, электронный документ и оборот. Многие клиенты сейчас массово переходят на ЭДО, поскольку стоимость бумаги выросла в разы, и многие переходят на электронный документ и оборот, поскольку это удобно, быстро и безошибочно все подписывается в электронном виде. Так вот, те, кто уже работает в системе ЗБИС, прекрасно знают, что входящие документы по ЭДО вы получаете абсолютно бесплатно. Если вы получили документ по ЭДО, то в ЗБИС вам не потребуется его выгружать, загружать, копировать и тем более разносить вручную. Документ автоматически попадет в данный журнал. Нашему бухгалтеру нужно будет нажать всего лишь две кнопки – утвердить документ, подписав своей электронной цифровой подписью и провести по учету. Этот документ сразу же начнет формировать проводки. Ну и любой бухгалтер увидит знакомый для себя кнопку «УДК», «Дебит, кредит» – это проводки документа. Самый быстрый и удобный способ произнесения первички в ЗБИС – это электронный документооборот. Если документ приходит нам не по ЭДО, а на бумаге, то в этом случае, а также мы предложим вам два варианта. Конечно, вы можете через кнопку «Плюс» создать, как и в любой другой учетной системе, документ поступления и заполнить его руками, указать, кто у вас поставщик, что вы у него купили, в каком количестве и на какую сумму. Если купили услугу или работу, то делаем в расход и заполняем статью затрат. Но в ЗБИС мы, конечно же, предложим вам более удобный, быстрый и современный способ работы с первичкой, который в разы сократит ваше время. И, конечно же, вы не сделаете ошибок. И еще ряд плюсов также покажу сейчас вам использовать данный функционал. ЗБИС умеет распознавать сканы первичных документов от поставщиков. Мы распознаем унифицированные формы ТОР-12, это обычная товарная накладная, универсально передаточные документы, счета фактуры и акты выполненных работ. Все эти документы ЗБИС легко распознает. Можно загружать по одному документу в ЗБИС для распознавания, а можно загрузить массово, несколько сканов одновременно. Для этого на панели инструментов нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем просто фотографии наших первичных документов. Можно подтянуть их с компьютера. Если вдруг на рабочем месте у вас нет сканера, можно использовать мобильный телефон. На него достаточно установить наше приложение ЗБИС онлайн и камере просто сфотографировать первичку. Я буду использовать функцию с компьютера и продемонстрирую вам, как, в принципе, быстро и просто разносятся первичные документы в системе ЗБИС. Мы сейчас подгрузим с вами пару сканов, например, акт и товарную накладную. Нажимаем кнопку «Загрузить». Еще раз хочу заметить, что документов может быть, конечно же, в разы больше. Сейчас идет обработка двух файлов, загружаются. В системе, как видите, в журнале встали два документа, и нам последовательно нужно будет их просто распознать. Как это сделать? Нажимаем на первый документ. Открывается наш документ поступления, а внизу подгружен на скан. Как видите, это товарная накладная. Единственное, что потребуется сделать, нажать кнопку «Распознать». СБИС автоматически начинает разбор подгруженного вами документа и заполняет за вас первичный документ в бухгалтерском учете. Для того, чтобы всем было понятно, разверну товарную накладную, чтобы вы увидели, что это обычная стандартная форма ТОРК-12. Пять позиций в табличной части. Сумма документа 6940. Номер документа 42 от 11 июля. Поставщик. Если мы вернемся с вами сейчас в документ, то вы тоже увидите. Пять позиций, наша сумма, номер, дата документа соответствует экземпляру на бумаге и наш поставщик. Посмотрите, как удобно. Всего лишь пара кликов. Не нужно заносить ничего руками. Все проставлено автоматически. Ну и дополнительный бонус находится на вкладке «Документы». СБИС сохранит подгруженный вами скан с подписью и печатью вашего поставщика и вашей стороны. Таким образом, мы еще и архив первички формируем в электронном виде прямо в СБИС-бухгалтерии. Хочу заметить, что сервис доступен 24 на 7 любому клиенту. Поэтому, если вдруг по какой-либо причине вам потребуется первичный документ по какой-либо сделке, не ищите их на бумаге. Открывайте СБИС. Переходите на вкладку «Документы» и здесь можно скачать этот файл в любом удобном для вас формате. То же самое касается требований налоговой инспекции. Очень часто, чтобы подтвердить расход, налоговики требуют подтверждающий документ. Это как раз он и есть. И также он будет храниться в СБИС. Вы легко сможете прикрепить его к требованию и ответить на требования, используя нашу систему. Вернемся на вкладку «Поступление». Обратите внимание, что одна позиция выделена серым цветом. Это не ошибка. Таким образом, СБИС говорит вам о том, что наименование не найдено в справочнике номенклатура. И вам необходимо будет нажать на соответствующую кнопку в табличной части и просто сопоставить данную единицу со своим справочником. То есть, либо вы создаете в точности такое же наименование, как у поставщика. И сейчас еще один уточняющий момент у тех, у кого номенклатура очень большая. Обратите внимание, что ничего писать руками вам не придется. СБИС уже все сделал за вас. Вам останется просто нажать кнопку «Создать». Либо СБИС также проверит ваш справочник на наличие похожих наименований. И, как видим, СБИС предложит нам вариант. Мы понимаем, что это, конечно же, одно и то же. И мы, конечно, не будем задваивать номенклатурные позиции, а выберем тот элемент, который уже есть, но чуть-чуть по-другому называется. И эта ситуация встречается в 99% случаев у наших клиентов. Выбрали. Причем СБИС нужно научиться поставлению всего лишь один раз. Если еще раз виноград черный будет поступать от поставщика, данное соответствие проводить уже не потребуется. СБИС запомнит ваш выбор и автоматически подставит виноград черный. Вот таким образом, всего лишь за несколько минут мы с вами заполнили документ в учете, и он полностью готов для проведения. Для того, чтобы провести документ, СБИС достаточно нажать либо кнопку «Провести», либо через кнопку «Дебит», «Кредит» вы также можете провести документы. Формируем проводки. Автоматически будут сформированы нужные корреспонденции счетов. Обратите внимание, сразу же параллельно с бухучетом идет упрощенка. Эта проводка позволит нам автоматически заполнять книгу «Кудир» для упрощенной системы налогообложения и учитывать эти суммы в декларации по упрощенке. Но и это еще не весь функционал, который хотелось бы вам показать. Прямо из документа «Поступление товаров на склад» мы можем с вами оформить и наценку. Как это делать? Прямо из документа нажать кнопку «Изменение цен». Вы перейдете в связанный документ, где быстро и легко можно сформировать наценку. Можно пересчитать цены по себестоимости, по настройкам, которые указываются прямо в каталоге, в справочнике номенклатура, либо задать их вручную. Задание вручную вы просто указываете процентом соотношения, и эта сумма рассчитывается на все позиции. Если не хотите задавать процентом, хотите задать просто стоимость, можно вот здесь таким вот образом тоже указать цену. А в процентку засчитают автоматически. Также обратите внимание, что мы можем распечатать ценники, этикетки в любых форматах. Шаблоны у нас также с БИС имеются. Есть возможность отредактировать шаблоны, этикетки и ценников под запросы клиентов. Все это мы тоже делаем. И также сформировать печатные формы, например, для товароведа по изменению цен. Здесь есть старая цена, себестоимость, наценка и новая цена. Вот таким образом, правильное выполнение, и у нас розничная цена уже поступила на склад, и наши кассиры будут уже продавать по нашим розничным ценам. И опять же, это тоже еще не все. Если вы работаете с поставщиком по постоплате, то есть сначала вам приходит документ, потом вы формируете оплату, то в СБИС прямо из документа поступления можно сформировать платежку на оплату поставщику. Достаточно нажать на ссылку «Не оплачено» и прямо здесь сформировать платежку. Исходящий платеж – это будет платежное поручение либо расходный кассовый ордер, если вы платите ему из кассы. Сформировали исходящий платеж, обратите внимание, что платежка будет полностью заполнена, включая назначение платежа. Единственное, что останется сделать – отправить платежку в банк для проведения денежных средств. Вот так просто, полный бизнес-процесс от начисления до оплаты, плюс наценка, сохранили сканы. Все это делается в системе СБИС всего лишь в пару кликов. Используйте это в своей работе и уверена, что вы сократите время на работу с первичными документами, не будете создавать ошибок, вам не придется ничего корректировать, ну а СБИС поможет быстро и легко автоматизировать вас в учет. Разнесли данный документ, давайте вспомним, что документы мы подгружали два, теперь последовательно откроем второй документ. Как видим, это акт выполненных работ, и актами тоже умеем распознавать. Нажимаем, соответственно, кнопку «Распознать». Функционал будет точности такой же, как мы с вами посмотрели и в товарной накладной по приходу товара материальных ценностей. Также документы сохраняются, табличная часть заполняется, и обратите внимание, что здесь не указана статья расходов. Необходимо перейти в справочник. Справочник, мы помним, уже полностью заполнен, вы просто выбираете нужную статью, и СБИС все остальное рассчитывает автоматически. Сейчас для примера укажем статью «Затрат», чтобы эти суммы у нас отразились в документе. Ну и, собственно говоря, больше ничего не потребуется. Можно опять же проводить документ по учету, нажав кнопку «ДК». СБИС сформирует все необходимые проводки. Опять же, расходы у нас поступили, но они не приняты. Что еще раз подтверждает то, что СБИС соблюдает все требования закона. Чтобы принять расходы к учету, необходимо провести оплату «Цитрониксу» по данному документу. Ну и, как мы уже знаем, это можно сделать прямо отсюда. Сформировали исходящий платеж. Допустим, что мы с вами оплатили «Цитрониксу» данную сумму. Я сделаю проводку специально, проведу платеж, чтобы показать вам, как только появится оплата, СБИС сразу же учитывает расходы к учету по упрощенке. Вот таким образом мы работаем с поставщиками. Достаточно быстро, просто и легко. Подытожим. Итак, документы по поставщикам разносятся в разделе «Бизнес» – «Закупки и расходы». Документы можно разносить тремя способами. Самый быстрый и удобный – это электронный документооборот. Нажимаем всего лишь две кнопки «Утвердить», «Провести». СБИС формирует все проводы. Либо используем распознавание сканов. Просто подгружаем текущий документ, а документ либо документы, как мы сделали с вами на вебинаре. Нажимаем кнопку «Распознать». Заполняется все. Сохраняется скан. Делаем отсюда изменения цен. Печатаем ценники, дикетки. Проводим оплату. Все это делается в режиме единого окна. Оформили поступление товаров на склад. Закупили товар. Сделали наценку. Теперь давайте продадим товар в розницу. Немногие наши клиенты знают, что в СБИС есть специальный сервис, так и называется СБИС-розница, для автоматизации розничной точки продаж. Для того, чтобы перейти в рабочее место кассира и продать в розницу товар, нам необходимо перейти в раздел «Магазин». Наши панели. Переходим в магазин. У нас открывается фронт, так называемый, офис. Это рабочее место кассиров. Именно такой интерфейс видят кассиры, которые работают в СБИС-рознице. Данное приложение может работать как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. Если у вас на точке неустойчивое соединение интернет, вы можете использовать это приложение в локальной версии. Интерфейс достаточно простой. Здесь одна единственная кнопка «Промахнуться сложно». Открываем новую смену. При открытии смены СБИС, естественно, проверит все подключенное оборудование. И если у вас будут какие-то проблемы, то в один клик ваши сотрудники смогут запросить помощь у наших инженеров, либо обратиться по указанному номеру, либо дать доступ к компьютерам нашему сотруднику, которые быстро и легко решат вашу проблему. Открываем смену. Вносим разменный фонд в кассу и открываем смену. Переходим к продажам. В СБИС для того, чтобы оформить продажу, можно использовать быстрый доступ к командам. Они священы сейчас у вас на экране. Либо использовать сканер штрих-кодов. Это самый быстрый будет вариант для подбора товаров в чек. Но, к сожалению, на вебинаре я не могу вам продемонстрировать сканер. Будем использовать другие способы. Если ваш кассир-новичок, то он может выбрать товар из каталога. Здесь будут и фотографии ваших номенклатурных единиц, и также указаны количественные суммовые выражения. Но если вы помните первые буквы наименования, свои номенклатуры, то достаточно быстро и легко мы можем по наименованию набрать и подобрать их в чек. Обратите внимание, виноград черный. Мы сделали наценку. У нас цена продажа была 500 рублей. Как вы видите, на рабочем месте кассира цена уже новая. И по новой стоимости вместе с наценкой ваш кассир будет ее продавать. Выбираем позицию в чек, указываем количество продаваемого товара. И вот таким вот образом быстренько и легко мы можем оформить продажу. Допустим, что у нас с вами данный клиент еще не выбрал все фрукты, которые хотел бы у нас купить, а второй клиент в очереди очень торопится. В СБИС есть функция отложенного чека. Вы можете нажать на кнопку плюс и быстро и легко, не задерживая второго покупателя, его обслужить. Допустим, он приобретает у нас гранат. Указываем количество. И также указываем дополнительные позиции. Вот так. Клиент, в принципе, готов оплатить. Держав на кнопку оплата, мы переходим к приему денежных средств. Обращаю ваше внимание, что в СБИС предусматриваются все программы лояльности. То есть вы можете оформить скидки автоматические, либо ручные. Автоматические скидки, конечно же, срабатывают при соблюдении ряда условий, указанных вами в настройках. Ручные скидки можно применять здесь, выбрав просто из списка. Скидки вы можете настроить абсолютно любые дисконтные карты, программы всевозможные, все это у нас есть. Также обратите внимание, что СБИС поддерживает смешанную оплату. То есть если ваш клиент готов, например, 100 рублей оплатить наличкой остальной картой, вы указываете сумму, а сумму по карте СБИС рассчитывает автоматом. Нажимаем чек. Ваш клиент подносит карту к терминалу, проводит оплату. Мы пробиваем чек. Продажа завершена. Вот так просто и быстро вы можете легко автоматизировать свою точку продаж. Возвращаемся к первому покупателю. Допустим, наш покупатель взял у нас еще виноград зеленый. Добавили, и он также готов оплатить. Нажимаем оплата и нажимаем чек. Продажа завершена. Вот таким образом в СБИС вы сможете быстренько, быстро и легко оформлять продажи в розницу. На этом, собственно, работа вашего кассира будет завершена. Таким образом, он продавал в течение дня наши товары. В конце дня он закрывает кассовую смену. Нажав на меню «Закрыть смену», СБИС просчитает все итоговые показатели и укажет, какое количество денег в кассе. Ваш кассир естественно пересчитывает сумму, вносит сюда свою сумму, которая у него получилась, и закрывает смену. Распечатывает Z-отчет. Все, работа кассира завершена. Теперь самое главное и самое интересное, как это все отразится в нашем бухгалтерском учете. Для того, чтобы попасть в бухгалтерском учете, мы снова переходим с вами в СБИС. Закрываем фронт-офис, рабочее место кассира. И теперь давайте посмотрим, как это все отразилось в бухгалтерском учете. Самое интересное в том, что в СБИС не надо никакой делать выгрузки или загрузки отчета о розничных продажах. У нас просто нет такого документа. СБИС работает по-другому. Как только ваш кассир закрыл смену и распечатал Z-отчет, в бухгалтерии уже сформированы все необходимые документы по учету. Всю статистику по розничным продажам наши клиенты видят в разделе «Бизнес», «Розница», «Кассы». Здесь по каждой точке продаж, если у вас их несколько, вы будете видеть соответствующие итоги. По товарам, по номенклатурным позициям, какое количество продается больше всего, какое по сумме, итоговые показатели. И также по сотрудникам. Если вы, например, считаете KPI, тоже можно будет увидеть. Переместимся с вами на вкладку «Смены». Здесь можно будет увидеть кассовые смены по каждой точке продаж. И если мы откроем с вами любую смену, это та кассовая смена, которую мы сейчас с вами провели в рамках вебинара, на вкладке «Ленты» вы увидите связанные документы. Как раз эти документы СБИС уже создал и провел по бухгалтерскому учету. Давайте разберем, какие документы формируются в СБИС-автоматах. У нас формируется приходный кассовый ордер на сумму наличных денежных средств. То есть та наличка, которую кассир принял налом, она сформируется в рамках приходного кассового ордера. Документ уже проведен, формируется автоматически и сформирует все необходимые вам проводки. Формируется бухгалтерская запись и, обратите внимание, снова параллельно фиксируется упрощенный доход для отражения в книге «Кудир» и декларации по усну. Это наличка. Все, что у нас было оплачено картой, СБИС учтет отдельным документом выручка розницы. И проводку сделает, как деньги в пути, в 9.57 счета, потому что сразу эти деньги на расчетный счет вам не поступают. И пока они не у клиента и не у вас на расчетном счете, они находятся в пути. Ну и третий документ, который также СБИС сделает автоматически, это выручка розницы. Ой, реализация розницы, простите. Где по номенклатурным позициям будут списаны все товары, которые продал ваш кассир. Но если мы нажмем кнопку «ДК», то мы увидим, что здесь сразу же списана себестоимость, начислен доход. И, обратите внимание, расходная часть по упрощенке также учтена в автоматическом режиме. То есть никаких ручных операций с БИС-бухгалтерией вам делать не нужно. Каждый из этих документов попадет в свой соответствующий журнал. Кассовые операции будут находиться в разделе «Деньги» «Касса». Они будут с наименованием «Выручка розницы». Вот эти приходные кассовые ордера. И в кассовом журнале вы все их увидите. Эквайринговые операции можно будет детально посмотреть в разделе «Деньги» «Эквайринг». Здесь формируется документ «Выручка розницы», который мы только что с вами смотрели, учитывает, как деньги в пути. Ну и как только банк зачислит вам денежные средства на расчетный счет, вы загрузите банковскую выписку. Ну и СБИС по договору, занесенному вами ранее, создаст поступление от Эквайра, где будет учтена его комиссия. По проводкам будет корректно закрыт 57-й и сделаны записи для упрощенной системы налогообложения. Обратите внимание, что доходная часть формируется в СБИС вместе с комиссией, как и положено по законодательству. Отдельной строчкой идет комиссия Эквайра. Третий документ вы найдете в разделе «Бизнес реализации». Документ «Реализация розницы», который мы уже с вами посмотрели, сформирует себестоимость и учтет расходы по упрощенке. Таким образом, у нас получается, что половина бухгалтерского учета в СБИС-бухгалтерии ведется в автоматическом режиме, просто по данным ОФД. Никаких выгрузок, никаких загрузок, не нужно корректировать данные, не нужно ничего сверять. Все СБИС делает автоматом. Вы просто смотрите итоговые показатели. Нашему бухгалтеру останется разносить только поступление товаров на склад. Мы посмотрели, что это просто делать с помощью распознавания сканов, разносить банковские выписки и считать зарплату. Кстати, про банковские выписки. Давайте посмотрим, как СБИС интегрирован с банком. Для этого перейдем в раздел «Деньги» – «Журнал», «Банк». В этом разделе мы формируем платежки и загружаем банковские выписки. Как я оговорилась уже ранее, СБИС интегрирован со многими банками. В СЭРом у нас три формата интеграции с клиент-банком. У нас есть текстовый формат обмена. Это универсальный, в принципе, формат. Работу с ним поддерживает любой банк. И, конечно, СБИС умеет работать с этим файлом. Файл 1С, только LTEXT. Я думаю, многие бухгалтера знают, что это такое и, конечно же, умеют с ним работать. С банком СБЕР, Альфа и Тинькофф мы интегрированы по прямой интеграции через АПИ. Это очень удобно. В один клик мы отправляем платежки в клиент-банк. И можно настроить систему, чтобы она автоматически, даже без вашего участия, загружала банковские выписки в СБИС-бухгалтерию. Например, там бухгалтер у нас отдыхает в отпуске, ну а система СБИС продолжает за вас работать. И ваш руководитель всегда в курсе, какое количество денег на расчетном счете, кто оплатил, куда, кому мы проплатили и так далее. С банком Тинькофф, модуль, точка и другие. Вся информация у нас опубликована на сайте СБИС.ру. А у нас есть интеграция через Директбанк. Это тоже прямая интеграция, но чуть-чуть другие настройки. То есть три вида интеграции используйте любой, который будет удобен для вас в работе. Давайте начнем с того, что посмотрим, как создаются платежки. Мы уже выяснили с вами, что большая часть платежных поручений будет формироваться на основе первичных документов, как мы делали с вами из документа поступления. Но также, если бухгалтер хочет создать платежку вручную, легко это сделать, нажав кнопку «Расход». В зависимости от того, какой вид операции вы будете выбирать, СБИС сформирует соответствующую проводку. Ну и чаще всего, конечно, мы платим поставщику. И если вы хотите, то, конечно, можете создать документ вручную. Можно заполнить, указать здесь наименование нашего поставщика. Причем в СБИС вы можете указывать только часть наименования, либо ИНН, СБИС поигрел, сразу же его найдет. Этот справочник предоставляется бесплатно в пользовании нашим клиентам. Никаких доп. оплат за это не будет. Можно продолжить, конечно, заполнять вручную данный документ, но если ваши первичные документы уже разнесены в системе СБИС, используйте кнопку «Прикрепить» и выберите пункт по документам. СБИС сам выдаст вам все неоплаченные документы по вашим поставщикам. Ну и задача бухгалтера – просто выбрать нужные документы на оплату. Один документ, либо список документов. Нажать кнопку «Выбрать» и платежка заполнится автоматически, включая назначение платежа. Опять же, пара кликов, выгружаем платежку в банк для проведения денежных средств. Но и это еще не все. Также в СБИС мы можем вам предложить функцию распознавания счетов. Если ваши поставщики присылают вам на почту счет в формате PDF, либо фотографию, вы также можете не заполнять платежные поручения руками. Используйте кнопку «Расход». Выбрали оплату поставщику и точно так же сюда подгружаете фотографию счета, как мы делали с товарной накладной, с компьютера, с мобильника, любое устройство, которое у вас есть. Подгружаете счет. СБИС также автоматом заполняет платежное поручение всего лишь в несколько секунд. И вы сможете отправить его в банк для проведения денежных средств. Вот такие удобные, современные, быстрые способы по формированию платежек уверенно помогут бухгалтеру сократить время, опять же, на работу с первичными документами и автоматизировать участок банка. Теперь давайте посмотрим, как же выгрузить эти платежки в клиент-банк. Если мы будем использовать текстовый формат обмена документами, то с помощью панели массовых операций необходимо выбрать платежки, которые вы хотите выгрузить, и нажать кнопку «Отправить». Если это будет прямая интеграция, выгружаем автоматически. Если работаем через текстовый файл, скачиваем файл. Этот промежуточный файл формируется во всем известном формате. Из него вы легко загрузите платежки в своей клиент-банковской системе. Рассмотрели, как выгружаются платежки. Теперь давайте посмотрим, как загрузить банковские выписки в систему СБИС. Ну и, конечно, мы не будем показывать вам всем известный способ загрузки банковской выписки через кнопку «Объем с банком», загрузить выписку, выбираем здесь файл. Все прекрасно умеют это делать. В СБИС, опять же, есть более удобный современный способ работы с банковскими выписками. Перейдем для этого на вкладку «Выписки». Здесь у нас есть кнопка «Сверить». Что позволяет сделать эта кнопка? У любого бухгалтера, я уверена, в текущей работе были ситуации, когда у нас 51 счет не идет банковской выпиской. Ну и, конечно, мы начинаем искать эту ошибку, формируем оборотки, видим месяц, потом неделю, выявляем день, ищем, какой документ у нас не прошел. Так вот, в СБИС вы можете больше не делать этого. Можно просто нажать кнопку «Сверить», выбрать расчетный счет, период, за который сверяете, нажать кнопку «Построить». Быстро, в один клик СБИС найдет вам вашу ошибку. Мы видим банковскую выписку, сколько прошло оборотов поступления, сколько списано сальдо на конец. И вот 51 счет, остаток на начало, сколько поступило, остаток на конец. Не идет на 650 рублей, и СБИС уже нашел вам этот документ. Не нужно тратить время на поиски ошибок. И, конечно же, не нужно переходить другие журналы. Прямо здесь открыли документ, посмотрели, что по банковской выписке он прошел, а у нас не проведен по учету. Нажали кнопку «Провести» и нажали кнопку «Обновить». Обороты идут. Вот так просто и легко искать ошибки в учете, используя систему СБИС «Бухгалтерия». Помимо того, что вы сможете сверить и найти ошибки уже по разнесенным документам, можно здесь же, в СБИС, сразу же загрузить выписки и проверить на наличие ошибок загруженный файл. Выбираем файл с банковской выписки для загрузки. Выбрали файл. Сейчас, секундочку. Так, да, прошу прощения, у меня не загружается выписка. Техническая проблема. Загружается банковская выписка, проверяются обороты по загруженной банковской выписке и формированию операций по расчетному счету. СБИС также вы увидите, если будут ошибки, в этом отчете очень легко будет по ним сориентироваться и внести изменения. То есть мы рассмотрели с вами, как СБИС работает с банком. Все, что касается банка, находится в разделе «Деньги», «Журнал банк». На вкладке «Платежи» вы легко создадите платежки любым удобным способом, либо на основе первичного документа из документа поступления, либо вы формируете и выбираете те документы, которые уже разнесены в учете, платежка заполняется автоматически, либо распознаете счет, просто подгружаете его в фотографию. Работать можно через текстовый формат, либо прямую интеграцию. Напомню, вся информация по банкам хранится на нашем сайте asbis.ru. Вы можете ознакомиться с ней прямо сейчас. Теперь давайте перейдем к другим участкам. Для торговых организаций очень важно проведение инвентаризации. Все, что касается складских операций, СБИС находится в разделе «Бизнес», «Журнал», «Склад». Здесь мы можем с вами посмотреть остатки по складам. Если мы перейдем на вкладку «Склады», то здесь вы будете видеть остатки количественного самого выражения по каждому конкретному складу. На вкладке «Документы» можно оформить любой документ складской. Здесь вы найдете внутренние перемещения с одного склада над другой. Можно списать какие-либо товароматериальные ценности на собственные нужды, на недостачи и так далее. И точно так же можно провести инвентаризацию. Здесь она делается достаточно просто. Через кнопку «Плюс» мы создаем документ «Инвентаризация». Инвентаризацию в СБИС можно делать на утро, на текущее время, на вечер. Можно сделать ее по количеству или по количеству и сумме. Обратяю ваше внимание, что если номенклатурный ряд у вас очень большой, то в СБИС вы можете провести инвентаризацию по отдельным разделам справочника номенклатуры, выбирая его кнопкой «Плюс» и подбирая его в документ. Ну и для того, чтобы заполнить автоматически, нажмите в табличной части кнопку «Заполнить». СБИС автоматом соберет все данные, которые у нас есть на складе с готовой продукцией на продажу. Есть учетные данные и фактические. Ну и, конечно, чаще всего у нас фактические будут совпадать с учетными. И, конечно, мы не будем это делать руками. Изменить факт. Нажимаем ссылку «Заполнить факт по учету». Все данные встают, заполняется так же, так и учетных данных. И ваша задача – просто внести отклонение. Например, по данной позиции у нас будет с вами недостача. СБИС автоматически рассчитывает отклонение. А здесь, наоборот, у нас будет плюс. Вот таким образом мы провели с вами инвентаризацию. СБИС все это посчитал. Отклонения сформированы. Вам останется только провести документ по учету. Сформировать нужные проводки. Проводки формируются. Обращаю внимание, что здесь есть все необходимые для вас печатные формы для работы с документами. Кнопка «Печать» подготовит для вас ряд печатных форм. Это инвентаризационная опись. И формы НВ-19, 13. Любую, которая вам будет удобна, пожалуйста, так же используйте в своей работе. Все они в СБИС предусмотрены. Это то, что касается складских операций и проведения инвентаризации. Также у любой точки продаж, конечно же, на балансе есть основные средства. Это торговое оборудование, холодильники и все остальное. Все, что касается имущества, СБИС мы разносим в разделе «Учет». Вкладка «Имущество» и нематериальные активы. Здесь сводные статистические данные по всем основным средствам. На вкладке «Имущество» мы можем с вами посмотреть закрепление, например, и просто хронологию, в каком количестве, текущий остаток, стоимость и начисленная амортизация. Все необходимые документы по основным средствам делаются на соответствующей вкладке «Документы». Здесь вы можете оформить поступление основного средства в эксплуатацию, перемещение, естественно, модернизацию, выбытие. Ну и, конечно, начисление амортизации СБИС происходит автоматически по заданным параметрам вашим, ежемесячно рассчитывается автоматом и формируются все проводки. Как я уже сказала ранее, заработная плата, отдельный вебинар будет по этой теме, вы также можете его посмотреть. И заработная плата – это еще один расход, который также учитывается в расходах по упрощенке. И в СБИС это также делается в автоматическом режиме. Все проводочки можно посмотреть по кнопке «ДК» по начисленной заработной плате, и они также будут учтены в расходной части по упрощенке. Ну, а теперь нам осталось с вами только посчитать налоги по упрощенной системе налогообложения и для чего мы все это с вами делали, для того, чтобы их рассчитать. Все налоги в СБИС рассчитываются автоматом в разделе «Учет» в пункте «Налоги». Это будет сводная таблица по всем налогам, которые платит ваша компания. Я отсортирую сейчас список по нашей торговой точке. Торговая точка платит взносы за своих сотрудников с фонда оплаты труда, ну и, конечно же, оплачивает упрощенку. Внизу представлена динамика по годам и по бюджетам. Ну и поскольку мы с вами упрощенку платим ежеквартально, вы видите соответствующие четыре кнопки «Рассчитать». Для того, чтобы посчитать сумму авансового платежа по упрощенке за соответствующий период, в нем нажимаем кнопку «Рассчитать». Ничего руками здесь делать не нужно. У вас откроется авторасчет. Просто нажмите кнопку «Пересчитать». СБИС автоматически собирает все ваши доходы и расходы. Все суммы, которые вы видите здесь, они все кликабельные. Можно провалиться в любую из них и посмотреть, откуда она пришла. Обратите внимание, что данная сумма – это наши наличные денежные средства, которые поступили в кассу за продажу фруктов. И эта сумма, как видите, автоматически учтена в доходной части. С доходами всегда все было хорошо, сложнее всегда было с расходами. Расходы вы видите в разрезе участков учета, а свои услуги вы будете видеть даже в разрезе статей затрат. И если мы детализируем, например, вот эту цифру, это был тот самый акт, который мы в рамках вебинара с вами провели по учету. И, как видите, он тоже уже участвует в итогах расходной части по упрощенке. СБИ собирает все ваши доходы и все ваши расходы, считает базу и с нее берет 7%, как мы с вами указали в учетной политике. Еще один важный момент – это еще не принятые расходы. Здесь вы можете провалиться в любой конкретный документ и посмотреть, по какой причине он не был принят. Обращаю ваше внимание, вот остаток, вот приход, вот оплата, вот списание. Чего-либо, если не хватает, соответственно, они не приняты к учету. Здесь очень удобно будет посмотреть по каждому конкретному документу, а не искать в общей куче расходов, почему конкретный данный товар у нас не попал. Те, кто работают с другими учетными системами, прекрасно понимают, о чем я говорю. Здесь в этом плане гораздо будет удобнее сориентироваться. Еще один важный момент – обратите внимание на пиктограмму, есть непроведенные документы. В любом случае всегда проверяйте данный фунт. Почему? Потому что любой непроведенный документ может повлиять на налогооблагаемую базу. И будет доначислен налог, пение, штрафы. Если в данном документах есть непроведенные, посмотрите на них. Если это ваша ошибка, прямо здесь, с помощью панели массовых операций, в один клик мы можем просто провести данные документы по учету. И они уйдут из непроведенных. Если вдруг по каким-либо причинам требуется откорректировать любую сумму дохода или расхода, ну а времени, как обычно, у бухгалтера на поиске ошибок нет, используйте кнопку операции и корректировки. Здесь вы можете откорректировать любой доход и любой расход. Можно написать для себя понятное повествование данной операции. Например, таким образом указать статью затрат. Например, мы с вами откорректируем содержание текущий ремонт и указать сумму корректировки. Можно даже привязать эту сумму корреспонденции к определенному документу, который мы с вами провели. Ну, например, давайте привяжемся к нашему документу. Указываем провести. Данный расход сразу же попадает в расчет и СБИ спросит вас пересчитать итоги. Конечно же, соглашаемся с запросом. Обратите внимание, что сумма пересчитана. Вот так быстро, просто и легко вы автоматически посчитаете себе налог к уплате. К сожалению, в моем примере сумма с минусом, но я все равно покажу, что прямо отсюда вы сможете оплатить налог в бюджет. Платежка сформируется полностью заполненная, уже с кодом бюджетной классификации, со всеми заполненными реквизитами. Укалтер просто отправляет ее в банк для проведения денежных средств. Таким образом, быстро и просто вы будете считать упрощенку каждый квартал. В четвертом квартале, если мы нажмем рассчитать, у вас откроется тот же самый расчетчик, но здесь вы увидите две дополнительные ссылки – книга и декларация. Ну и, конечно, после того, как здесь посчитают вам все ваши итоги по году, вы заполните книгу, сформируете декларацию и оплатите налог в бюджет. Давайте посмотрим книгу. Сейчас, в принципе, открывается тот самый отчет, с которым вы привыкли работать в нашей отчетности, но теперь он не загружается из других учетных систем. Вы не заполняете его вручную, поскольку все формируется автоматически, а вы просто на основе данных просматриваете всю информацию, которая у вас попадает в соответствующие разделы. Ну и, собственно говоря, вы видите, что книга полностью заполнена. Если налоговая все-таки потребует вас предоставить кудир, то прямо здесь вы сможете распечатать полный комплект документов для налоговой инспекции. Аналогичным образом книги доходов и расходов по упрощенке сформируется и декларация. Но декларация, я тоже думаю, что многим из вас уже знакома. Формируется она в автоматическом режиме. Все суммы встанут из расчетчиков. В нашем случае это будет раздел 1.2. Ну и нарастающим итогом заполнится раздел 2.2. Ну и вам останется, естественно, проверить отчет по алгоритмам ФНС и отправить госоргам. Ждем протокол. Эти кнопки вы все уже прекрасно знаете, поэтому останавливаться на них подробно, я думаю, не стоит. Вот таким образом быстро посчитали налоги, декларацию отправили, книгу кудир подготовили, все готово. Важный момент для бухгалтеров. Очень важно после того, как мы с вами сформировали все заключительные операции, чтобы никто задним числом не разносил никакие документы. Каждый бухгалтер знает, как это портит настроение и много тратится времени на поиски этих ошибок. Так вот, в каждом расчетчике после того, как вы оплатили налог, у нас есть функция зафиксировать расчет. Данный функционал позволит вам заблокировать разнесение документов и также пересчет итогов, которые могут повлиять на упрощенку. Зафиксировали, либо ограничили доступ определенного рода сотрудникам, никто не имеет доступа корректировать. Нужно внести изменения. Открыли период, внесли изменения и снова его зафиксировали. Очень удобный функционал. Еще раз обращу внимание, что мы фиксируем участки учета. Это важно. В СБИС вы можете делать это по отдельности, а не скопом весь учет до определенной даты. Также можно использовать в своей работе. Ну и напоследок самый главный инструмент, который, думаю, всем бухгалтерам поможет сориентироваться в датах, ничего не просрочить и все своевременно сдать. Это, конечно, наш календарь бухгалтера. Находится он в разделе учет, пункт бухгалтерия. Календарь многим из вас уже хорошо знаком. Если вы работаете с нашей отчетностью, то данный календарь уже знаком вам и ни к чему новому привыкать здесь не нужно. Единственное отличие будет календаря отчетного от бухгалтерского тем, что здесь дополняются еще ваши бухгалтерские операции. СБИС напомнит вам, когда нужно оплатить налог, когда нужно закрыть зарплату, когда сдать отчет и так далее. Схема работы будет похожа на отчетность. Для того, чтобы выполнить операцию, нужно просто нажать на кнопку «Создать». СБИС откроет данный документ. Ваша задача будет просто провести документ по учету. В данном случае это закрытие затратных счетов. Можете в него провалиться и посмотреть, какие корреспонденции счетов СБИС сформировал автоматически. Справа, обратите внимание, находится консоль аналитических отчетов, которыми бухгалтер пользуется ежедневно. Здесь вы найдете сверку склада и бухгалтерского учета, акты сверки, долги, журналы, карточки. Ну и, конечно, всем известный оборот на сальдовую ведомость тоже есть у нас. Формируется в стандартном виде для вас сальдо, обороты на конец. Можно развернуть все субсчета. Ну и, конечно же, детализация формируется в любом виде. Просто кликаем на цифру, перемещаемся в более детальные отчеты и так далее. Можно пройти до провода документов. Наши руководители не умеют читать оборот на сальдовые ведомости, поэтому для того, чтобы бухгалтер не готовил для них отдельный учет, СБИС предусмотрена вкладка «Учет», где ваш руководитель сможет быстро и легко сориентироваться по цифрам и деятельности своей компании. Здесь видно, какой вид деятельности приносит ему больше всего доходов и куда мы тратим эти деньги, какие затраты несем. Внизу, кстати, обратите внимание, мы можем посмотреть по точкам продаж. Если у вас будет несколько магазинов в разрезе каждой точки продаж, мы увидим с вами выручку, себестоимость и, соответственно, наценку. Также для руководителя будет актуальна вкладка «Деньги». Здесь мы с вами увидим, сколько денег на расчетном счете, в кассе, в парингах оплат и какие долги по поставщикам и покупателям. Здесь также можно построить отчет о движении денежных средств. Можно за определенный период сформировать как по приходным статьям, но и также по расходу. Можно сориентироваться, какие расходы у нас сократились, какие наоборот выросли, ну и принять соответствующее решение. Также по товарным отчетам легко использовать кнопку «Бизнес». В разделе «Бизнес» вы увидите целый ряд аналитических отчетов по продажам. Конечно, самый популярный отчет – это продажи за период. Здесь «Бизнес» выдаст вам информацию по себестоимости проданных товаров, количеству, наценка и сколько суммы реализации мы выручили с продажи этих товаров. Обратите внимание на ABCXYZ отчет. Данный отчет поможет вам объективно построить статус ваших номенклатурных позиций. Соответственно, с буквой «А» – это те, которые популярны и пользуются спросом, ну и есть, которые не пользуются спросом вообще, соответственно. Ну и, конечно же, остатки на дату, наварный отчет и многое другое вы также найдете в нашей СБС-бухгалтерии, и можно будет это легко использовать также в своей работе. Вот, собственно, в таком виде представлена у нас бухгалтерия для розничных точек продаж. Ну и, конечно, многих интересует стоимость данного сервиса. Сейчас она представлена у вас на слайде. Для клиентов мы предлагаем три тарифа бухгалтерии. Это версия «Комфорт», «Профи» и «Корпоративный». «Комфорт» – в принципе, самая популярная версия у наших клиентов. Она содержит все основные участки. В ней могут работать до пяти пользователей одновременно. Стоимость указана сейчас на слайде. Для Москвы она стоит 9, Питер – 7, регионы – 4 900. Это в год, не в месяц и не в квартал. Версия «Профи» ориентирована на крупные компании, у которых есть обособки, у которых есть производство, которым требуется вести пообъектный учет. Если у вас несколько магазинов, да, и вы хотите видеть объекты учета в своей бухгалтерии, то это только версия «Профи». В «Комфорте» функционала этого нет. «Корпоративный» тариф позволяет вести бухгалтерию по нескольким компаниям в личном кабинете. Стоимость также представлена у вас сейчас на слайде по регионам. Внедрение и обучение. Конечно, введение бухгалтерского учета в системе СБИС для наших клиентов – это новый продукт. И, конечно, мы не оставляем клиентов один на один с бухгалтерией. Всегда при первичной покупке клиенту предлагаются услуги по обучению. Мастер запуска. Эта услуга стоит 4,5 тысячи рублей. Там дается 3 часа работы инженера вместе с вами в вашем личном кабинете. Инженер подключается к вам, показывает вместе с вами и запускает ваш бухгалтерию. Учет настраивает учетную политику. Проходится по всем основным документам вашего бизнес-процесса вплоть до расчета налогов. Поверьте, те клиенты, которые запускаются с запуском и с инженером, начинают вести учет в разы быстрее, чем вы делали бы это самостоятельно. Услуга внедрения под ключ предлагается тем клиентам, которые хотят перенести все данные из другой учетки с безбухгалтерию. Здесь составляется смета индивидуально под каждое юридическое лицо. Представляется вам на утверждение, если вы согласны оплачивать счет, мы быстренько все переносим. А вы просто начинаете вести текущие операции. Но на данный момент, а у нас для вас есть более выгодное предложение, для малого и среднего бизнеса есть специальные условия. Наша компания совместно с Российским фондом развития информационных технологий предлагает комплексное решение с безбизнес за 50% стоимости. Оставшиеся 50% за вас оплачивает государство. С безбизнес включает в себя весь функционал, который мы с вами рассмотрели на вебинаре, плюс дополнительные возможности для комплексной автоматизации. Для всех, воспользовавшись данной программой, мы дарим еще и услугу мастер запуска в подарок. То есть наш специалист подключится к вам и пообучит вашего бухгалтера или вас абсолютно бесплатно. Поэтому не думайте, успейте подключить СБИС полную автоматизацию учета с такими шикарными скидками от государства. Условиями участия в акции для юридических лиц является первое, это наличие вашей компании в реестре малого и среднего предпринимательства. Реестр вы можете найти на сайте ФНС, достаточно вбить просто свой ИНН, и вы увидите, входите в этот реестр или нет. И акция действует только на годовые тарифы, то есть по акции нельзя подключить СБИС на три года, только на один год. Ну и, конечно, не забудем про нашу техподдержку. Работает она 24 на 7, 900 специалистов круглосуточно готовы оказать вам помощь и решить любой ваш вопрос. Также в нашей помощи вы найдете видеоуроки, скриншоты, инструкции. Вот такие информационные вебинары, как сегодняшний, мы проводим очень часто для наших клиентов, чтобы вы всегда были в курсе самых последних новинок функционала системы СБИС. Ну и, конечно, ведите учет СБИС, работайте с нами с удовольствием. Посмотрим, есть ли у нас какие-либо вопросы от наших клиентов. Как формируются ценники, этикетки? Ирина спрашивает. Давайте для Ирины еще раз включим демонстрацию экрана и покажем на примере демонстрационной базы, как формируются ценники, этикетки. Еще раз повторюсь, что вы можете сделать это в документе поступления, где мы с вами и были. Давайте из него я покажу. Еще раз перейдем сюда. Можно перейти в изменение цен. Здесь сделать соответствующую наценку. Вот таким образом. И прямо отсюда можно будет распечатать ценники-этикетки. Например, ценники. Различные форматы вы можете выбрать здесь. Вот они представлены у вас сейчас на слайде. Вы можете выбрать любой, корректировать их и нажать на кнопку «Печать». Соответственно, будут подготовлены ценники. Вот таким образом печатаются ценники-этикетки в системе СБИС. Больше не смотрю, что никаких вопросов от клиентов не поступает. В любом случае, всем огромное спасибо за внимание, за участие в нашем вебинаре. Надеюсь, что каждому из вас было интересно и полезно посмотреть наш функционал. Спасибо всем за внимание. Всего вам доброго, хорошего всем дня. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.